Что не стоит своих денег? Снимать квартиру на длительный срок или на всю жизнь. Мой друг из Бразилии хочет приехать в Россию учиться и снять квартиру на 5 лет. Это ему обойдется в стоимость этой же квартиры. Высшее образование без адекватной на то мотивации по инерции ради бумажки, потому что так учатся все. Нет, учиться нужно, но только если это действительно поможет в твоей дальнейшей работе. Но реальность такова, что 90% нынешних профессий не требуют 5 лет зубрежки, тем более зубрежки неактуальной информации. Айфоны. Айфоны нихрена не стоят своих денег, особенно у нас в России. Все эти ограничения. Купи айфон, скачай к нему кучу приложений, чтобы тупо музыку на него загрузить. Наши люди покупают айфоны просто ради айфонов. Многие, очень многие бутовары на авито. Когда, например, давно устаревшую VHS камеру Panasonic M3000 продают тысяч за 10-20 рублей. За эти деньги можно купить поддержанный Canon 250D или 600D года 2015-го. Большая часть мерча по любимой группе вселенной. Окей, я сама не прочь приобрести шмоточку с принтом любимого рокера или почитать книжку по любимому сериалу, но твою мать. Косметика от My Chemical Romance. Набор для шитья от White Stripes. Игрушки для взрослых от Rammstein. Да кто будет платить за это барахло? Это даже не самые идиотские примеры. Автомобили BMW. Туда же Mercedes. Особенно Gaelic, AutoVas, OAS и сегодняшняя Toyota. 12 лямов за крузак, который даже не Lexus. Больше ляма на автомобиле 50-летней давности, в которых ничего не поменялось. 25 лямов за конструктивно устаревший и объективно бесполезный квадратный брусок в современной обертке. Вы ебанулись? McDonald's. Сейчас там слишком переоценены цены. Я недавно ходил с друзьями туда. Нас было трое. Мы все заказали самый дешевый бургер, маленькую колу, маленькую картошку фри, наггетсы и соус. Это все было самое дешевое там. И все это вышло примерно в 600-700 гривен. Да за такую цену мы могли пойти в одну пиццерию, заказать там 2-3 огромных пиццы. Заказать туда любую начинку, которую только захочешь. И колу, и тупо наесться до отвала. Вещи с огромными лого. Я понимаю брендовый шмот, он шит качественно и может носиться годами. Но маркетологи давно поняли, что люди ищущие огромные лого не интересуются качеством. Теперь мы имеем либо вещи среднего качества, но с гигантским лого, либо вещи отличного качества, но с маленьким лого на бирочке. Для примера, у меня есть две вещи от Nike по одной цене. У одной бесящее лого, делающее из меня рекламу, и оно же в непотребном виде. А вторая проживет еще столько же, так как швы специально проклеены, а ткань легкая и очень прочная. Компании наживаются на понторезах. Подписка на развлекательные сервисы, вроде фильмов и музыки, а также непонятные игры по фулл прайсу. Зачем подписка на условный Netflix, если там полтора нормальных сериала? Зачем платная подписка на музыку, если там нет некоторой музыки вообще? А иногда музыканты или звукозаписывающая компания могут поругаться с сервисом, и музыку оттуда уберут вообще. Зачем нужно покупать всякий кал за 5000? Привет новому ремастеру GTA. Убожество полнейшее, да и в целом платить за ремастеры тоже как-то бесполезно, ибо обычно малые изменения, а требуют фулл прайс, так еще и старые версии удалили. В случае с GTA, откуда могут еще и контент внезапно убрать, если он кого-то оскорбил или что-то нарушил. Или если у разрабов просто шиза. Привет, The Stiny 2. Откуда контент тупо вырезают спустя некоторое время, а ты ведь заплатил за это. В общем, пиратство рулит. Оно помогает сохранять контент, который может пропасть с лицухи, и экономить деньги на всяких глупостях, и ничего аморального в этом нет. Донаты в фри-то-плей играх. Ты можешь купить скин на перса, который будет имбой за 1500 рублей, а потом игру закроют, потому что она оказалась невыгодной. Возьму пример шкалеров. Не школьников, а именно шкалеров. Это два разных понятия одного и того же человека, который готовы спускать в свой любимый бравл хоть тонны денег, лишь бы получить своего Лиончика. А потом увидят, что игру закрыли, потому что игра перестала быть прибыльной. Что означает, что ты влил в помойку сотни, а то и тысячи деревянных, которые ты мог изберечь для других дел, например, на оплату обучения в колледже. Работа администратором или директором магазина «пятерочки» платят не сильно больше, чем кассирам. Зато если сотрудник заболеет или уйдет в отпуск, а ему не нашли подмену, то ты выходишь за него, даже если без выходных. Открываешь магазин и закрываешь, приходишь и уходишь раньше всех. Сидишь за кассой, куча обязанностей, плюс директора из магазина, где работает моя маман. Хотят уволить из-за большого количества краж. Эффективные менеджеры сокращают зарплаты, не хватает работников, банально. Ценники нормально повесить и продукты расфасовать. Охранника нет, за кражами следить и разбираться некому. Но вешают все на директора, а не на эффективных менеджеров. Высокая кухня. Вам продают идею, что заплатив 1000 долларов за маленькую тарелочку, себестоимость которой 10 долларов, по ингредиентам вы вкусите дары высокой кухни. Я понимаю, когда платят за качество приготовления, за время, за сложность. К примеру, во французской кухне есть соус, не помню название, которое надо готовить 30 часов. Понятно, за что тут платить. Брендовые вещи, я допускаю, что брендовая вещь за 20 тысяч рублей может быть удобной и не рваться спустя полгода. Ибо сам нашу обувь за 500 тысяч рублей, которая рвется спустя полгода. Но есть брендовые вещи, себестоимость которых не выше половины цены этой вещи. И ты плачешь за название бренда, но не за качество. Донат в бесплатных играх, особенно косметический. Зачем? Ладно, нового героя и прочее новое. Там хотя бы недельку поиграть перед нерфом. Но неужели вам настолько важен внешний вид героя, что готовы отдавать заработанные деньги вами или вашими родителями, которые зарабатываются не просто так. Сюда также и лутбоксы, за покупку которых ты покупаешь не предмет, а шанс на предмет. Покупка современных телефонов. Покупая телефон, через год он будет искусственно замедлен обновлениями. Брендовые шмотки. Серьезно, нахрена покупать шмотки, на которых написано Adidas, и отдать 100 тысяч рублей. Но если вам это нравится и вы можете себе это позволить, при том условии, что вы будете есть нормальную еду, то тогда покупайте. iPhone. Не спорю, это хорошие смартфоны. Думают быстро, камера, безопасность тоже хороши. Но 90% пользователей используют только 10% функций. Фоткаются, залипают в соцсетях, звонят, слушают музыку. При этом они редко или вообще не снимают фото и видео, используя все плюшки девайса. Говорят, что покупают их ради камеры и производительности. Но приложение iPhone запускает от силы на 2-3 секунды быстрее, а фоточки пользователи все равно отбрабатывают в Инстаграме, который максимально шокалит любое фото. И смысл приобретать его, если собираешься пользоваться всеми благами. Лично я считаю, что не стоит тратиться на то, что принесет тебе вред. Алкоголь, наркотики, курение, злоупотребление вредной пищи и так далее. А все остальное стоит. Если тебя это будет делать счастливым, или хотя бы поднимать настроение, пусть это будут и бриллианты, айфоны, дорогие тачки, популярные бренды и пышные свадьбы. Если ты можешь себе такое позволить, не влезая в кредиты и долги, то почему бы и нет? Если человека это радует, значит того стоит. А если не обрадовало, то черт с этим, зато попробовал. Покупать игры в Origin и Epic Games Store. Сравнить со Steam, там меньше функционала. Нагружают процессор, спасибо. Origin сраный, без причины и постоянно во время игры по 30-50% нету кастомизации профиля. В общем, вы сами все знаете. То, что Epic Games Store раздает бесплатные игры, то хочу вас расстроить. Это те же пиратки, только с онлайном. Игровая валюта и всякая виртуальная хуйня. Серьезно? Тратить дохера настоящих денег за игровые вещи, которые нахрен не нужны, чтобы потом забросить игру и жалеть, что потратил все на игры, а не на то, что нужно в реальности. Серьезно, практически в любых играх и без него можно справиться. Но где-то это сложнее, а где-то проще. К сожалению, есть куча донатных помоек по типу Battle Girl X2. Без доната ты не что там. И не только донатеры могут там стать лучшими, и скилл там ничего не решает. Только донат и кто-то сейчас тут скажут про Brawl Stars, что это помойная донатерская игра. Но это не совсем так. Большую часть решает уже скилл, и без доната там очень просто выжить. Авторы максимально облегчили заработок виртуальной валюты и развитие игрового процесса. Эв вспомнил еще донатную помойку Аватария. Постоянно просят за что-то задонатить. Все очень дорого, а задания сложные слишком. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok